Всем добрый день! В этом ролике у нас ремонт парогенератора! Оставайтесь на канале, вы узнаете, как отремонтировать парогенератор фирмы Ciri! Новый день, новый у нас пациент в виде парогенератора, раздельное включение утюга, раздельное включение... Это что у нас? Ребята, впервые беру в ремонт такой аппарат. Здесь вроде бы тоже раздельное включение. Что? Давайте подключим, говорят, вообще не реагирует ни на какое включение. Давайте выключим его, посмотрим, что у нас. Давайте утюг включим. Смотрите, лампочка вот... О, потухла. Ага, все-таки чуть-то оживой. Это, и это зажигается. А здесь у нас что? Парогенератор фирмы Северин. Ага, сюда водичка заливается. Водички нет. Давайте водичку зальем, посмотрим. Так как без воды, там может какой-то стоять датчик и не будет включаться, не запускаться вообще аппарат. Ну так я понимаю, что вот трубопровод, это чтобы, ну большой резервуар воды, он будет сюда подогревать и подавать на утюг. Так, ну что, повторно включаем, это, это, и все более у нас здесь ничего нету. Теперь, по идее, должен еще работать, о, загорелся вроде там контрольная лампочка. Так, ну-ка. Нагрев пошел, так. Что, ребят, тут отключим. Так, а как же, почему не поступает водичка? В принципе, все, нагревательные элементы работают, а вот вода почему-то не поступает. Так, еще интересно, вот здесь, может быть, водичка должна нагреться, и только тогда, когда загорится после нагрева уже контрольная лампа, что готов к испарению, вот тогда, может быть, и заработает эта вся система. Может быть, здесь человек просто не умеет пользоваться. Подождем. Вот, слышно, как, вроде, что вода вот хочет закипеть, но контрольная лампочка все равно не загорается. Я думаю, что базовую станцию будет проще разобрать, чем утюг. Все-таки начнем с базовой станции, посмотрим, что здесь внутри, почему контрольная лампа не загорается. Смотрите, здесь откручивал я, заливну я эту горловину, крышку. Температура здесь почти кипения, давление идет, когда откручиваешь. То есть, вот здесь, в этом трубопроводе находится сетевой кабель и подача воды горячей. Ну, так как она нагреть. После снятия задней крышки обнаруживаем, что крепление к подгошве задней части. Так, вот здесь эту кнопочку мы подделим. Здесь вот такое ухо есть, но что-то не сильно оно выходит. Сейчас попробуем поддевать всю эту крышечку верхнюю. Значит, вот здесь в задней части находится вот такой зацепчик. Поддеваем ее. Вот маленькая отверточка. Здесь целый зацепчик. И, в принципе, вот эту клавишу можно было не поддевать. И здесь находится обычная кнопочка. Так. А вот здесь вот заходит трубопровод. Окей, так, так, так. А вот здесь обычная кнопка, которая, скорее всего, там есть, может быть, насос, и он качает. Ну, короче, я не знаю, что я правильно сделал, я не сделал. Блин, все-таки, наверное, придется разбирать станцию в положении при нажатии кнопки. Срабатывает насос, и вот будет загораться тогда уже контрольная лампа. Все, разбираем этот блок. Был разобран основной блок. Вот он состоит у нас из бойлера. Что, тут кнопки управления. Это, по-моему, от превышения давления сброс. Ну, короче, обестачивается. Не знаю, как сброс. Ну, короче, ребята, первый раз разобрал, я с этим парогенератором не сталкивался. Так что особо умничать не буду. Что, вот здесь у нас термопредохранитель, здесь термостат у нас. И, короче, значит, чтобы чуть-чуть уменьшить видосик, все верно я говорил. Значит, через вот эту кнопочку у нас подается, вот еще здесь находится электроклапан. Через кнопку на него подается напряжение. И вот он срабатывает у нас. Он срабатывает и подает водичку, открывает клапанок. На то он называется электроклапан. Саму катушечку я проверил. Сейчас покажу вам. Поставил на прозвоночку. Типа мехи световые еще. Давай, Кирошка. Китайские эти фонари. Значит, видите, живая, там 900 Ом что-то есть. И напряжение тоже я проверял, подается на него. Я разобрал, вот здесь гайка такая открутил. Там мы уже наблюдаем, даже есть водичка. Там пружинка находится. А вот здесь все такое. Здесь у нас вот это закупили. Новый электроклапан. В сравнении со старым. Сейчас будем... Это с кофемашиной. Но он тоже выдерживает 180 градусов. Сейчас будем заниматься монтажом. Надеюсь, что все у нас будет положительный результат. Что у нас вот? Старая катушка с правой стороны. С левой на лаве. По объемам, по размерам вроде все должно стать. Залили водички. Включили нагрев. Сейчас здесь поэкспериментируем. Что у нас за изменения? Теперь слышно, что здесь срабатывает электроклапан. Это уже есть надежда. Все ждем большего нагрева. И надеюсь, здесь все заработает. Ну что, здесь не заработала система. Снял я трубопровод. Сейчас будем экспериментировать. Может быть трубопровод забить. Почему-то не идет водичка из цикального блока. С трудом прокачалась система. Не с трудом, а долго нужно было подождать, пока система наполнится водой. То, ребята, нет положительного все-таки еще результата у нас. Мы достигли только одной положительного результата, но полноценного нет. Вот здесь находится пресс-о-стат. То есть, смотрите, у нас не загорается вот эта контрольная лампа. Вот здесь пар. То есть, аппарат не готов еще. Он уже отключается, видите. Смотрите, здесь пресс-о-стат. Вот белый провод у нас идет, 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 идет. Идет он как раз вот эту контрольную лампочку, которую я вам показывал. Чтобы достичь, здесь в принципе, какое давление воды создается. Давит на мембранку, здесь контактная группа. И она показывает уже, что это создалось. Нужное давление. И можно уже нажимать кнопку на самом утюге. Но, значит, бойлер должен создавать здесь 160 градусов. Тогда уже 160 градусов. Вот тогда отключается он при составе. Показывает, что уже контрольная лампочка горит. И тогда вот таким сухим паром уже будет обдавать из утюга. А у нас я вот сливаю, здесь она даже не закипает, ребят, ребят. Вот. А виновен в этом вот этот термостат, скорее всего. Сейчас я его откручу, посмотрю на какую температуру. То есть, он еще рано отключает почему-то. Здесь, не знаю. Вот здесь следы изоленты уже. Здесь кто-то пытался, наверное, ремонтировать. Может быть, что-то пытался здесь менял. Может быть, все-таки. Сейчас вот, интересно, отцениваем клеммы, снимем термостат. И посмотрим, какая температура на нем значится. Так, изъяли мы его. И здесь 160 градусов. Ну что, значит, вот здесь никто не менял. Но мы его все-таки поменяем. Закажем новый на 160 градусов. И установим, я думаю, все-таки в этом будет причина в следующие. Ребята, особого опыта у меня нету. И никакой информации особо по парогенераторам на просторах ютуба тоже нет. Какие-то там северин есть парогенератор, но в очень старой модели. Вот наш новый термостат. Конечно, что-то нечетко видно. Но, надеюсь, наши поставщики не подведут. Ну, и китайцы, соответственно. Здесь действительно 10 ампер и 160 градусов. Устанавливаем, проверяем. Трольная лампа не загорается, но на утюге уже есть результат. Нормально. Вроде бы нормально. Сейчас будем отключать, фиксировать вот это каким-нибудь клеем. Потом на основном блоке будем разбирать, смотреть утечку на предметы, чтобы туда не возвращаться. И тогда уже полностью все собрать. Так, проверяем. Нормально варит вроде бы. Так что, ребята, с вас лайк обязательно. Не поленитесь. Подписывайтесь на технический канал Техноклуб. Удачи вам в ремонте. Если вы, вам стремно отремонтировать самостоятельно инструмент, отправляйте его нам. Если вы с Украины, отправляйте новой почтой. Отремонтируем. Отснимем контент. И отправим вам уже назад исправный инструмент, либо бытовую технику. Связ со мной по Ваймеру. Всем пока-пока.